Приближается самый главный и любимый всеми праздник Новый год. И если основная часть населения будет отдыхать на протяжении 11 дней, то остальным службам, которые отвечают за безопасность и комфорт отдыха населения, предстоит потрудиться в усиленном режиме, как в период встречи Нового года, так и в выходные дни. Поэтому в преддверии этого события в администрации было принято решение собрать комиссию, все заинтересованные службы и еще раз обсудить основные моменты по обеспечению максимальной безопасности населения в праздничные дни. Это самый длинный праздник, то есть каникулы будут и на государственном уровне, не только в учебных заведениях. У нас по 11 число будут выходные с 1 числа, 12 числа всем на работу, а дети наши еще пару дней продолжат, у них по-моему 15 числа учиться. Основном население будет на улице, если погода как сегодняшняя позволит, наши самые драгоценные дети все будут в узле елки, в городе. Поэтому сегодня, естественно, заседание комиссии по решающим ситуациям будет вести об этом. На повестке дня обсуждались разные вопросы. Все они так или иначе касались обеспечения безопасности населения. Например, с 19 декабря движение на площади уже ограничено, а с 26 декабря, в день открытия елки, закроют и правые повороты, чтобы обеспечить безопасность отдыха детей. Что касается отдела надзорной деятельности, то его сотрудники уже начали проводить работу по проверке точек по реализации пиротехники. Сотрудниками отдела надзорной деятельности будут проводиться проверки мест проведения новогодних мероприятий и места реализации периодической продукции. Также на сегодняшний день у нас запланировано 12 объектов, задействовано в проведении новогодних мероприятий, и на 8 объектах осуществляется реализация периодической продукции. Данные все объекты проверены в ходе неплановой проверки. Особенно пристальное внимание необходимо уделить местам массового скопления детей, сказал Шамиль Халитов. Чаще всего это дома культуры, где проводятся новогодние представления. Как отметил начальник управления гражданской защиты Ришат Хабибуллин, на сегодня проведен мониторинг и сбор данных о всех корпоративных елках в городе. Нами разработано много методических рекомендаций. Сегодня также в приложении протоколу на сегодняшнее заседание будут рекомендации по мерам пожарной безопасности в различных условиях. Это мы обязательно в порядке на сайте выставим нашей администрации, наше управление. Также буквально в эти дни 5000 экземпляров будут розваны для населения. Вот такие памятки по пиротехнике для населения. В заключение Шамиль Шакирович еще раз призвал все ответственные за безопасность населения службы приложить все усилия, чтобы праздничные дни прошли без травм и несчастных случаев. А также поздравил своих коллег с наступающим Новым годом и пожелал всего самого наилучшего. Татьяна Кокорина, Андрей Филиппов, информационная программа «Ежедневник».